Айюб Ас-Сихтияни говорит, что ему сказал Абу Киляба, я Айюб, ихфаз анни арбан. Запомни от меня четыре вещи. Не говори относительно Курана свое мнение. Имеется ввиду, не комментируй свой Куран на основании мнения. Как мы должны комментировать Куран? Первый комментарий в Курану, лучший комментарий в Курану это сам Куран. Когда один аят комментирует другой аят. После хадис посланника Аллаха, мы знаем, что посланник Аллаха разъяснял Куран. То есть Куран был неспослан с общими выражениями, с общими ахканами. Их разъяснял посланник Аллаха, поэтому лучше тавсир это аят к другому аяту, а потом хадис посланника Аллаха к аяту. Дальше. С подвижники. С подвижники посланника Аллаха, салаллаху алейху салям. Их тавсир. А если сегодня человек пришел и комментирует Куран по своему мнению, которое противоречит мнению самого Курана, сунны и пути салафов, их слова. Мы не принимаем от него это. Мы не принимаем его комментарии, кто бы он ни был. Первое. Абу Киляба сказал Айубу. Не комментируй Куран на основании своего мнения. И остерегайся, то есть углубляться в Кадре. Вопросы Кадра. Изучай Кадр настолько, насколько тебе его Аллах открыл. И не углубляйся, потому что это море, у которого нет берега. Потому что это сирр Аллаха, как мы говорили на Шарх Ас-Суннах, если кто помнит. Это секрет Аллаха. Кадр. Изучаешь столько, сколько Аллаха его открыл тебе. Дальше не углубляешься, как это делает Ахлюль Бида. Потому что забудешься. После Хавариджи, можно сказать, первое течение это Кадрид. Которые сказали, что Аллах не знает, что произойдет, пока это не произойдет. И Ибн Амар отбил им непричастность. То есть Вара и Такфир. Это второе. И когда поминается подвижник, посланник Аллаха. Не говори, что сегодня свобода слова. Кто хочет, порицает. Кто хочет, восхваляет. Нету такого ислама. Нету понятия свобода слова. Нету понятия уважения чужого мнения. Если это мнение противоречит Кур'ану, Сунне и пути Саляху. Сегодня что? Все вот эти четыре пункта, которые Айуб, Абу Киляба предостерегал Айуба. Люди сегодня, мусульмане, попали под это. Айуб, Абу Киляба Айубу говорил, не комментируй Кур'ан своим мнением. А мы сегодня знаем, что большинство комментариев, особенно современников, особенно тех, которых называют исламскими мыслителями, нету такого понятия в исламе, исламские мыслители. Есть ученые, есть ученые, есть ученые, есть ученые, есть ученые Ахли Аль-Бида, и именно вот эти мусульмане, то есть исламский мыслитель, он есть ученые Ахли Аль-Бида, который последовал путем, путем, кого? Западных, или как их называют, то есть каферов. Основывают все на своем мнении. Первое нарушили. Также полезли в вопрос Кадара и заблудились. Также сегодня многие позволяют себе ругать с подвижников, посланника Аллаха, салаллаху алейху асаллаху, не говоря о шиитах, то есть шииты у них это основа, они ругают или выносят такфир и проклинают с подвижников, посланника Аллаха, салаллаху алейху асаллаху алейху асаллаху алейху 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 алейх сподвижника, или одним словом, то сомневайся в его Исламе, потому что он не хочет ругать сподвижника, он хочет ругать посланника Аллаха, саллиллаху алейху саллим. Это всего лишь отведение, не знаю, как его назвать. Когда кто-либо упоминает сподвижника, посланника Аллаха, саллиллаху алейху саллим, держи свой язык и не говори о них ничего плохого. И не давай волю над твоим слухом. Кому? Ахлал бидар. Фаюм фиду фигма ащав. Потому что они бросят туда все, что они хотят. И это нарушили сегодня мусульмане. Это нарушили сегодня мусульмане. То есть сказали, что свобода слова. Сказали, что уважение чужого мнения. Появились передачи, в которых сидят ахли льбидар, якобы ахли сунной, и решают разногласия, хотят приблизиться, хотят решить вопросы, в которых они разногласят. И шиа, и суфи, и другие ахли льбидар бросают шубогаты. Ах, твой слух. И это все попадает к тебе, и твое сердце болеет. Заболевает бидаратом, сомнением. Заболевает бидаратом, сомнением. Заболевает бидаратом.